Навальный возвращается в Россию. Следственный комитет отказался проверять сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к его отравлению. Илью Варламова задержали в Южном Судане, а Дане Милохину пришлось побеседовать с краснодарскими полицейскими. Привет, с вами проект Ютубер, меня зовут Серж, и это свежая порция новостей из мира интернета. В каждой теме сегодняшнего выпуска фигурируют правоохранительные органы. Какие претензии у них возникли к блогерам, узнаете буквально через несколько секунд. А я пока быстро напомню, что поддержать нашу работу очень легко. Поставь этому ролику лайк, и мы будем знать, что трудимся не зря. С лирическими отступлениями закончили, так что переходим к новостям. Алексей Навальный возвращается в Россию. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Оппозиционер сообщил подписчикам, что планирует вылететь на родину уже в это воскресенье, 17 января. Встречайте, добавил Алексей. А Марьяна Ро в комментариях уже поинтересовалась, будет ли в аэропорту президентский кортеж. Но Навальный в ответ отшутился, написав, что ждет только ее. С цветами. Будем ждать. Но если серьезно, надеяться на то, что в толпе встречающих не найдется хотя бы парочка представителей силовых структур, не приходится. Буквально вчера Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что предпримет все действия по задержанию Навального до суда о замене условного срока реальным. Речь о так называемом деле Ивраше, в рамках которого в 2014 году оппозиционеры и его брата Олега признали виновными в хищении более чем 30 миллионов рублей. Алексей тогда получил условный срок в 3,5 года, плюс испытательный на 5 лет. В 2017 он был продлен еще на год. Все это время Навальный должен был отмечаться в полиции, но по данным службы исполнения наказаний за минувший год он как минимум 6 раз не явился на регистрацию. В том числе и из-за своего лечения в Германии. По этой причине оппозиционера около месяца назад объявили в федеральный розыск. Правда, сам Навальный считает эти действия странноватыми. Это выглядит странновато, потому что мой условный срок уже закончился, тем не менее они там снова что-то требуют. Уж не говоря про то, что Европейский суд права человека вынес решение по этому делу в мою пользу. Я не знаю, в общем кто-то из вас не прав, а в общем или вы, или вы, вы разберитесь, пожалуйста. В любом случае в аэропорту Алексея могут встретить еще и сотрудники Следственного комитета. Шуточки кончились, поэтому вот лоукостер победа привезет и вот так аккуратненько вот сразу с трапа сошел и наручнички. В начале декабря на Навального завели новое уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве с деньгами подписчиков. По данным СК Навальный потратил 365 миллионов рублей донатов на личные нужды, а не на работу своих фондов. За это по закону ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Они пытались меня убить, я выжил и теперь они обиделись на меня. И раз ты не умер, мы значит будем грозить тебя посадить. Кстати об отравлении. На днях Следственный комитет заявил, что не станет проверять сотрудников ФСБ, фигурирующих в расследовании оппозиционера. В ведомстве заявили, что для этого не было найдено достаточно серьезных оснований. Так что Алексей... Welcome to Russia! Это программа «Сдохни или умри!» А между тем блогеры-миллионники жалуются, что на ютубе стало сложно работать. Просмотры падают, а ролики все реже залетают в тренды. И это у старичков. Новеньким вообще на площадке нереально пробиться, а слишком большая конкуренция. Популярное мнение, но мы не советуем отчаиваться. Если вы давно мечтали о карьере видеоблогера, рекомендуем прислушаться к советам наших друзей с канала «Продвигейт». Ребята рассказывают о том, как разгадать все тайны алгоритмов, набрать первых подписчиков без вложений и покорить ютуб с нуля. Два раза в неделю они делятся своим опытом и знаниями, объясняют сложные вещи простым языком и помогают в раскрутке каналов. В их арсенале есть видео для новичков с подробным гайдом по созданию обложек и оформлению канала. А также ролики для более опытных ютуберов, в которых рассказывается, как увеличить число подписчиков, работать с планированием и даже писать сценарии. Обязательно переходите на канал «Продвигейт» по ссылке в описании, подписывайтесь и покоряйте ютуб вместе с ребятами. Ну, хорошего понемножку. Возвращаемся к проблемам российских ютуберов. Илью Варламова задержали в Южном Судане. Всем привет из вип-камеры Капоэцкого КГБ. Мы не хотели оказаться, но внезапно оказались. Блогера в компании жены, издателя медиазоны Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга приняли в аэропорту города Капоэта, откуда те пытались вылететь в столицу Южного Судана Джубу. Варламов рассказал, что прибывшие на место военные обыскали их багаж и нашли в нем пульт от дрона, который конфисковали еще в Уганде. Кто-то сказал, что вы запускали дрон, хотя мы его не запускали, и там слово за слово в итоге они сказали, мы вас задерживаем. Блогера с командой задержали. В камере у них попытались забрать телефоны и все личные вещи, но россияне отказались их отдавать, поэтому смогли транслировать происходящее в соцсети. Самое главное, что нам сказали, ни в коем случае не отдавать телефоны и паспорта и не предлагать им деньги. Спустя несколько часов Варламова со спутниками все-таки отпустили. Уже на свободе блогер узнал, что их проводника, которого увели в другую камеру, пытались, чтобы выяснить, где пропал несуществующий дрон. Сейчас пришел наш проводник и рассказывает, что его избивали. Он рассказывает, что его избили и пытались выяснить, где у нас дрон, где мы летали. После этого инцидента группе Варламова даже принес извинения местный губернатор, но оказалось, что история не могла так просто закончиться. Несмотря на вроде бы мирное решение конфликта и те самые извинения, Илью и Петра Берзилова решили депортировать из страны и даже посадили под отельный арест. А остальных членов команды в это время повезли на экскурсию с представителем местного министерства печати, где снова задержали. Чего, б***ь? Да-да, мы тоже немного запутались, пока следили за новостями в телеграм-канале Ильи. По словам блогера, на следующее утро после истории с арестом им торжественно объявили, что своими действиями, непонятно, правда, какими, они испортили многовековую российско-южно-суданскую дружбу. Отсюда и решение о депортации. Вот только лететь домой без тестов на ковид нельзя, поэтому ждать результатов им приходится под домашним арестом в отеле. Почему только Варламов с Верзиловым попали в немилость, история умалчивает. Возможно, дело в странном заявлении посла Южного Судана в РФ о том, что они не получили визы для въезда в страну. Но, так или иначе, остальным членам их группы разрешили продолжить путешествие. Представитель министерства печати Южного Судана даже поехал сопровождать их на съемки, запланированные в племени Мундари. Но на обратном пути команду остановили на блокпосту и опять задержали, судя по всему, вместе с чиновником. Последним сообщением, которое Илья Варламов получил от своих друзей, стало Нас арестовывают, везут на какую-то военную базу и забирают телефоны. Это было вчера. До сегодняшнего утра никто из членов съемочной команды не выходил на связь. И только около десяти по Москве Илья сообщил, что все они наконец-то на свободе. Осталось только улететь из этого прекрасного места. Держим кулаки, чтобы все получилось, а то в первый раз ожидания не оправдались. У Дани Милохина тоже проблемы с законом, но уже на родной земле. Вчера тиктокера задержала краснодарская полиция. 14 января блогер в компании своего коллеги Артура Бабича прилетел на Кубань, записал новый тикток в местном парке, а заодно решил встретиться с подписчиками в торговом центре галерея. Желающих увидеться с Милохиным оказалось около сотни, и даже своевременное предупреждение в сторис Без масок не приходи. не спасло Даню от воспитательной беседы в полицейском участке. В отделение Милохина забрали прямо со встречи, которая из торгового центра плавно перетекала на улицу. По словам сотрудников МВД, к ним поступило обращение о большом скоплении людей на главной городской площади. А это, учитывая ковидные ограничения, да и вообще российские законы, нарушения. В итоге с блогером провели воспитательную беседу, напомнив, что массовые мероприятия надо согласовывать с администрацией, а в период коронавируса от них вообще лучше воздержаться. Хорошо, хоть на пять суток не посадили, как Литвина. Или все-таки стоило? Напишите ваше мнение в комментариях. На сегодня это все новости. Ставьте лайк, если понравился выпуск, или просто для того, чтобы поддержать проект. И делитесь этим роликом с друзьями, чтобы они тоже были в курсе последних событий. А с вами был проект Ютубер, меня зовут Серж. Всем пока. Вот теперь могу так делать. Нет бороды, есть шелепки. Ха!